Во время подводной охоты ныряльщик ловит рыбу руками, гарпунами или подводными ружьями с задержкой дыхания. Для такой охоты человек надевает специальный гидрокостюм. В Сарове тоже есть активные любители такой рыбной ловли. В ноябре 2015 года они объединились и создали клуб подводной охоты «Тритон». Клуб занимается и общественной деятельностью, проводит городские мероприятия по очистке дна и берегов водоемов от мусора, организует спортивные соревнования по фридайвингу и ловле в бассейнах и на открытой воде. Мы участвуем в зарублении вместе с другими организациями водоемов Нижегородской области и Республики Мордовии. Сдаем деньги, помогаем там, соответственно, приобретать малька. Ну и совместно выезжаем на охоты, отдых. Сейчас в клубе порядка 20 человек. Самое ценное в коллективе – общение единомышленников и обмен опытом. Как правило, охота начинается с осени, когда вода светлеет. Участники «Тритона» не ограничиваются только территорией города, но всегда ищут новые места для подводной ловли. Клуб выезжает на Мокшу, Аку, Волгу, Чебоксарское водохранилище. У меня получается по карте посмотреть место. Я еду туда сначала на разведку, а потом уже ребятам говорю, мы собираемся, стоит ли туда ехать, не стоит. Глубина в первую очередь должна быть, закоряженность, потому что любая подводная охота проходит в таких местах, как чтобы глубина была, закоряженность, потому что рыбы там держатся. Подводное плавание на задержке дыхания развивает объем легких и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Клуб «Тритон» обучает этому всех желающих от 18 лет в бассейне «Дельфин». Тренировки проводят в среду в 20.50 и в воскресенье в 20 часов. Для этого не обязательно уметь плавать под водой, даже в принципе плавать, хотя плавание приветствуется, конечно, умение. Могут прийти и потренироваться. Но мы не ставим целью в данной ситуации довести до соревновательного уровня, а в общем-то такие начальные навыки, которые пригодятся в повседневной жизни. Запись по телефону 3 12 29. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.